Меня слышно, видно? Да, здравствуйте, слышно и видно, и все замечательно. Отлично, меня зовут Юрченко Олег, и мы вместе с моим коллегой, с которым мы вместе преподаем всевозможные предметы по джаве, расскажем о проектах, которые делают наши студенты. Но прежде чем мы говорим о проектах, мы сначала расскажем о курсах, которые вообще у нас есть. Вот здесь, в этой презентации, вы видите ссылки на курсы, которые читаются сейчас на фестившколе прикладной математики и информатики МФТИ. То есть это как большие курсы, куда входят весь факультет, и еще другие факультеты приходят на 100 плюс человек, так и маленькие камерные курсы, где, грубо говоря, подстраиваемся под каждого, у каждого свое домашнее задание. Вот часть из этих курсов в бакалавриате читаются, часть в магистратуре. Вы можете увидеть вот здесь ссылки. По этим ссылкам будет доступна программа, что читается на лекциях, что на семинарах, какие примерно даются домашние задания. Ну, они меняются год от года, но все же как бы основная часть остается такой же. У нас уже накопился довольно большой опыт прочтения этих курсов, то есть вот какие-то из них читаются два года, какие-то три года. Есть, тут нету на слайде, есть даже те, которые читаются пять лет. И перед началом каждого курса, ну, то есть курс, как я уже сказал, дает понимание Java с самого нуля. То есть как устроен синтаксис, как писать простые конструкции всякие, потом уже сложнее, сложнее, сложнее. Взаимодействие с технологиями, с разными там, с базами данных, с вебом. Но сначала все с самого нуля начинается. И вот перед началом курса мы проводим такой предварительный опрос, насколько человек уже знает Java. Ну, мы с вами знаем, что студенты некоторые сейчас приходят очень сильные, и уже в школе они там умеют хорошо программировать, поэтому есть в каждом потоке, на каждом курсе есть небольшой процент, который, вот видите, стрелочкой показано, которые хорошо знают Java, у которых уже есть опыт разработки иногда реальных проектов, иногда реальные работы уже в какой-то компании, где пишут на Java. И, конечно, таким людям не очень хорошо, не очень интересно делать обычные домашние задания. Если говорить про вот эти предварительные опросы, то мы оцениваем еще и знание SQL, знание каких-то конкретных технологий. Часто бывает так, что человек хорошо знает базовую Java, но не очень хорошо знает технологии, которые с ней связаны. Там тот же Spring, может быть, кто-то слышал. Ну и всевозможные другие технологии, которые на собеседовании сейчас обязательно спросят. Но если так оказывается, что человек знает вообще все эти технологии, ну или хотя бы большую часть, то мы предлагаем ему работу над одним из таких проектов, и ему не нужно будет ни ходить на занятия, ни писать контрольные. То есть он просто занимается, по сути, реальной разработкой. Причем все эти проекты, они свободные, они с открытым исходным кодом, выложены на GitHub. И как бы человек уже становится участником вот этого сообщества. По вот этой ссылке можно увидеть описание проектов, которые мы даем. И у нас многие проекты получились реально хорошими. Вот Иван подробнее сейчас расскажет. Некоторые из них собрали кучу звезд на GitHub, некоторые из них освещены на всяких топовых конференциях. Ну, в общем, я передаю на этом слово Ивану, и он расскажет про каждый проект, про все его плюсы более подробно. Да, меня зовут Иван. Я, помимо того, что я доцент на Кастре АТП, на Фестихе, основная моя работа инженерная. Я тимли, техли в разные периоды сейчас. Я став софт-инженер. И поэтому у меня вот есть еще такая инженерная работа. И я подрядился, помимо чтения лекций, брать вот такие вот проекты. Я сейчас про некоторые из них расскажу. И подводя итоги, расскажу, какие мне кажутся удачными для того, чтобы работать с ними, со студентами. Первый из них, который хочется сказать, Lightweight Java Visualizer. Это совершенно очень старый и заброшенный проект, который, однако, интересен тем, что он позволяет визуализировать внутреннее состояние Java объектов. Вот прямо визуализировать при помощи GraphVisa. В свое время я его откопал, потому что я хотел сделать красивые слайды к своему курсу. А потом он был передан студентам на доработку под моим руководством. И, в общем, там он достаточно сильно расцвел, потому что, как итог, например, доклады по этому проекту докладывались на Snow One. Он там вошел в топ-3. В Talented Dev Club я докладывал, и это уже доклад один из лучших за 2021 год. Это порядка 40 докладов. То есть комьюнити очень тепло приняло этот инструмент. Всем Java разработчикам интересно посмотреть. Вот на этом слайде мы видим, что происходит, когда слишком много коллизий в Java хешмапе. И как бы лучше это один раз увидеть глазами, чем сто раз объяснять словами на лекции. Что делали ребята? По сути дела, они взяли старый проект, вдохнули в него новую жизнь, добавили тестов, добавили CI, улучшили API, пофиксили баги и так далее. Все под моим контролем. Чем он хорош? Да, и до сих пор еще работа идет, и сейчас он находится на стадии интеграции в проект OpenJDK, между прочим. То есть, скорее всего, мы увидим этот визуализатор частью проекта OpenJDK, и там все ребята, которые этим занимались, они уже могут сказать на собеседовании, что они коммитеры в проект OpenJDK. Чем хорош? Тем, что тут низкоуровневые API Java изучаются, внутренние устройства, структуры данных. То есть, ребята как бы учат саму Java лучше и глубже, но еще и делают инструмент для разработки. Проект небольшой, но там хорошая площадка для того, чтобы правильную такую объектно-ориентированную архитектуру построить. То есть, там паттерн-визитор для обхода объектов, там разделение responsibility. В общем, хорошо, чтобы ребята разобрались в этом объектном коде. И финальный результат — это визуализация. То есть, легко увидеть, да, ты сделал что-то хорошее, красивое или уродливое. Это буквально видно глазами, и это, ну, очень легко мотивирует, да, людей на результат. Ну, и мне легче проверять, соответственно, ничего сложного здесь нет. Да, проекта больше 200, то есть он с нуля, мы его выложили на GitHub с нуля, сейчас у него больше 200 звезд на GitHub, и очень хорошая комьюнити, он был принят, и там такие люди, там, из комьюнити, как Алексей Шапилев, Тагир Валеев, Никита Коваль, там, они все это все заметили, и, в общем, я с ними ВКонтакте, и, скорее всего, вот OpenJDK это будет влито. Следующий пример проекта, тоже визуализационный совершенно, это JSyntrax, штука, которая позволяет вот из такого вот кусочка кода, это Groovy DSL, построить синтактические диаграммы, ну, или там Railroad диаграммы, диаграммы ВИРТа. Для чего это бывает нужно? Ну, в ASKIDOX документации, если мы, если у нас программа, которую мы документируем, она содержит какой-то формальный язык, например, что-то SQL-подобное, то такие диаграммы, они очень хороши, и вот здесь мы видим из реального проекта, другого open-source, это диаграмма с гиперссылками, то есть кусок SQL, все это визуализируется вот таким вот Groovy DSL, которые тоже студенты реализовали, и все это в SVG, если там это был Dota, GraphVis, то здесь это кусочки SVG генерируется. Что хорошего можно в этом проект сказать, что он проинтегрирован в ASKIDOX, и, в общем, на связи я тоже с комьюнити, с контрибьюторами ASKIDOX, там есть некоторые пожелания, которые там, я надеюсь, будут реализованы нашими ребятами. То есть маленькие, вроде бы маленькая игрушечка, но однако же она является частью очень большого, очень важного в экосистеме продукта, ну и реально вот эта штука используется. Значит, чем она хороша, почему так пошло, я считаю, да, во-первых, это тоже не с нуля сама идея, был взяться за основу старый проект на питоне, заброшенный и там плохо инсталирующийся, вообще неподдерживаемый, то есть основу все-таки ребята переимплементировали, но вообще есть бейзлайн для сравнения, как в случае, кстати, с проектом LJV. Опять же, это визуализация и формальные языки, то есть то, что ребята изучают в ВУЗе, они могут это сами, да, на практике поделать эти диаграммы, и такая рекурсия возникает. Они не только учатся open source, но и учатся, это что-то смежное с тем, что они недавно изучали. И третий пример, их вообще несколько, не буду рассказывать, третий удачный, на мой взгляд, проект, это JadisMock, тоже проект, который был полузаброшенный, я использовал ее в одном из своих проектов промышленных, потом я вышел на связь с мейнтейнером этого проекта, там он мне дал права на мейнтейнинг, это интеграционный МОК Redis, система Redis на уровне сетевого протокола. То есть вместо того, чтобы ставить настоящий Redis или в контейнере запускать, мы запускаем JadisMock просто как Java-зависимость мейнтейнера. И в некотором смысле можно сказать, что это ни больше, ни меньше, чем переимплементация Redis на Java, ну, естественно, со всеми ограничениями, это интеграционный МОК, но суть в том, что он очень интересно устроен, так как Redis это огромная штука, ее многие люди пишут, и она очень серьезная. Здесь нам надо обеспечивать одинаковое поведение МОК и настоящего Redis, поэтому там используют такие comparison-тесты, когда один и тот же сценарий прогоняется параллельно на Redis и на МОКе, и там, допустим, если Redis зеленый, МОК красный, значит у нас неправильно написан МОК, а если МОК зеленый, а Redis красный, значит у нас неправильно написан тест, то есть такой дабл-чекинг происходит. И вот ребята с этим работают, потому что у системы есть активная пользовательская база, они пишут ИШУИ, и эти ИШУИ очень легко конвертятся в семестровые задания для ребят по фиксе ИШУИ в этом коде. Да, это баг-репорты. А вот в этом семестре, например, один студент сделал, он достал настоящие тесты Redis, но настоящего Redis из исходников, они написаны на таком экзотическом языке TCL, но им удалось разобраться, запустить это все дело и запустить его на Джедисмоке. В результате мы получили, конечно, бесконечно интересный фидбэк относительно того, где Джедисмок еще ведет себя не так, как настоящий Redis, где можно пофиксать. И для меня это просто бесконечный источник задач для студентов на следующий семестр. И это все интересно, потому что как упражнение это хорошо. Есть опять же бейзлайн, настоящий Redis, всегда можно апеллировать к нему, надо сделать так, как в настоящем Redis. С другой стороны, реимплементируя, выполняя вот эти вот все небольшие упражнения, там на хэш-сеты, что там, хэш-мапы, всякие сорты-сеты, которые есть в Redis очереди, ребята изучают внутреннее устройство систем класса Redis. Там, кстати говоря, есть конкуренси, потому что это серверная часть, там доступ к памяти синхронизируется. И по ходу этого проекта студенты получают представление о продвинутых техниках тестировать. То есть они уже знают, что есть, оказывается, такая вещь, как интеграционные тесты, есть интеграционные моки, есть всякие техники типа comparison-тестов, то, чего они в УЗИ-то, наверное, и не выучат, так уже могут подходить к довольно серьезному интерпризу. В общем, не все проекты, конечно, такие удачные были, были и такие, которые, на мой взгляд, не очень хорошо заканчивались в конце семестра, было непонятно, что ставить студентам. С моей точки зрения, критерии удачности проекта для студенческой работы, признаки, они вот такие. Во-первых, объем должен быть небольшой. Вот эти все, они не больше 5000 строк кода. То есть это нечто, что укладывается там, скажем, в мою голову, и я могу полностью контролировать. Да, я как инструктор самолета в какой бы штопор... Звук пропал, надо сказать. Четкие должны быть, то есть должен быть эталон для сравнения. Это должна быть либо реимплементация старого проекта, либо какой-то вот где-то есть эталон, где можно сравнивать. Опять же, это очень упрощает постановку задачи. Она сводится сделать так, как вот здесь. Я не трачу слишком много усилий как преподаватель на объяснение, на разночтение и так далее. Задачи на визуализацию, как правило, хорошо работают. И да, если здесь возникает рекурсия, то есть если это нечто связанное с программированием, если это инструментарий разработчика, если это нечто связанное с теорией программирования формальными языками, это заходит на ура, потому что это предметные области, близкие студентам, потому что они сейчас их изучают в ВУЗе, и поэтому им легче в этом разбираться. Как я говорил, что не все были удачными. Иногда семестр подходит к концу, и непонятно, что ставить студенту. Он вроде бы ничего не сделал, но не сделал то ли потому, что задача была сложная, то ли потому, что студент не очень хорошо работал. Вот таких ситуаций можно избежать, если следовать, по-моему, если следовать пунктам от 1 до 4. В этих случаях все получается хорошо. В завершение, может быть, опять же, Олег это проговорил, но надо сказать еще раз, что это близко к реальной работе, как в настоящем мире опенсорса. То есть я делаю код-ревью их коммитов, я там ругаю за нехорошие вещи. Они знакомятся с CI, потому что я не принимаю код-ревью, пока CI не будет зеленым, а там стоят линтеры, а линтеры, они бывают опинионейтед, и студенты учатся с этим жить, их заставляют писать тесты к своему коду, что тоже обычно не делается в процессе обучения Java. А тут как бы, извини, у тебя есть функциональность, но нет тестов, поэтому давай-ка напиши тесты, и они учатся разбирать старый код, который не всегда идеален, который надо рефакторить, в котором много странного, непонятного, это надо раскручивать, это надо переписывать, и они тоже учатся и как бы видят жизнь такую беспрекрас разработки. Вот на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Какие вопросы, готов ответить. Спасибо. Спасибо. Вопросы есть? Не видно. Спасибо. Тогда мы… Есть вопросы в конце. Есть. Есть вопросы. Так. Я не увидел, надо было выше ручки. Ой, сейчас. Так, слышно? Слышно. Да. Вопрос такой немножко потребительский, потому что тоже заинтересован в аналогичных проектах. Вот когда вы делали первый проект визуализации на графвизе, не сталкивались с проблемой масштабирования, когда граф очень большой, нужно вывести сначала его какой-то общий вид, а потом уже можно показывать какие-то детали. Если сталкивались, то с помощью каких алгоритмов пришали? Ну, хотя бы ориентировочно, отдельно. Я могу сказать, что нет, не сталкивались, потому что выход нашей программы – это графвиз-скрипт, как он есть. Если он большой, то он большой. То есть мы… Тот проект не занимается отрисовкой, он занимается как бы просто генерацией графвиза. Вот. Ну и по опыту, да, для вот тех вот лапы, для тех примеров, которые можно посмотреть нам в наших статьях, это небольшие графы. Спасибо просто. Если символически вычисли, нет, он очень простой. Да, 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 у многих. Я, наверное, немного дополню, что вот наш проект генерит как бы код, а потом этот код вставляется в новую, другую систему, которая уже отрисовывает его. Понятно, это либо тот, либо это графвиз онлайн. Так, еще вопросы есть? Нету, да? Все, спасибо. Теперь следующий доклад у нас Яковлев.